Третий кур Блича уже на горизонте, а значит пора пересматривать предыдущую часть. Вот только за второй кур схватилось почти два десятка команд, поэтому вы смотрите это видео, где я проверю на качество перевода их все, причем как озвучку, так и субтитры. Давайте вместе посмеемся с глупых ошибок, вместе зауважаем за сильные строчки и наконец выберем самый достойный перевод второго кура аниме Блич «Тысячелетняя кровавая война». А с вами Стил, вы на канале Стил Эдитин и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. Для сравнения я возьму самую сложную сцену во всей второй части. Это флешбек разговора Ичи Бея и молодого Яхве из 24 серии. Почему ее? Во-первых, это сцена переговоров двух лидеров фракций и очень характерных мужиков. Во-вторых, это новая сцена, добавленная в аниме лично мангакой Тайта Куба, а значит не получится просто подсмотреть перевод у манги. И в-третьих, эта сцена требует от переводчиков не только знания японского, английского и русского языка, но и знания лора Блича, а также грядущих событий, чтобы корректно донести оригинальную мысль. Все команды я разделю на группы. Самая большая группа из Anibum, Anidab Online, Aniplug, Anistar, Freedab Studio и Deep озвучивают по официальным лицензионным субтитрам от Deep, так что держите в голове, что вся похвала и претензии будут относиться сразу ко всем командам, а примером будет озвучка от самих Deep. Anibaza, Anifame и Jam озвучивают по одним и тем же субтитрам от DogX, поэтому среди них я возьму Jam, как самого известного. Дальше субтитры от ушастой озвучки, помимо самой ушастой озвучки, еще берет фандаб команда кладбища топовых релизов. Все остальные, а именно AnimeVost, Anidab, Dreamcast, TV Shows, NewCommerce и Комната Диди озвучивают по своим собственным субтитрам. Ну и наконец есть Riku Senpai, по чьим субтитрам вроде никто как не озвучивает, но исключать его не будем, ведь иначе фанаты фансаба меня загрызут. И давайте начнем с Jam, который озвучивает по субтитрам от DogX, который переводит с английского и даже блин не пытается подключить фантазию, чтобы сделать текст живее. Вот как написано в англосабах, так он и переводит. Ни шага влево или вправо, из-за этого текста слишком много и Jam приходится тараторить, чтобы попасть в тайминг. Ты правда думал убить меня при помощи этой руки? Рука моего отца. Ничего более, чем жертва для его дитя. При этом это самый безопасный перевод, где мало фактических ошибок. Ну и текст, да безобразие пресный. И Чебей показывает Яхве, как его отец, король душ, был разрезан на части по своей же воле. И что же говорит опечальный сын? Как? Отталкивающе! Русский язык так-то богат на эпитеты. Как я сказал, ошибок в тексте мало, но вот о грехов из-за родства с англосабами внушительно. Где среди этих трех миров можно найти настоящий мир? Вопрос к тебе, зритель. Ты понял, что Яхве имеет в виду? А если я включу версию от Анедаба? Где в трех мирах можно обрести покой? Вот видите, как одно слово сразу дает нужный смысл. А для этого надо владеть русским языком, а не дословно переводить с английского. Впрочем, что вы еще хотели от спецсаба? Давайте продолжим Тиви-шоус, которые делают субтитры сами. Если пытаться охарактеризовать их перевод, то это будет горе от ума. Не надо додубывать за автором, если вы не шарите за лор. Само собой, мы не станем вмешиваться в процесс объединения Квинси с Рейхом. Какие там Квинси с Рейхом объединяются? Ничего, что Рейх это и есть Квинси. И они подминают под себя других Квинси. Анедаб в этом месте, кстати, аналогично закосячил, так что вот вам правильный вариант от ушастых. Что мы не станем препятствовать объединению Квинси под властью Лихтрайха. Чуть дальше Яхве показывает свои двойные глаза, и Ичебей говорит... Взгляд у тебя неприятный. Лол, что? Оригинальный Ичебей говорит зрителю прямо, что сила Яхве в его особых глазах. А тут... Однако, твои глаза не способны узреть короля душ. Запомнили? Записали? Проходит 15 секунд аниме, Ичебей говорит... Твои глаза способны его видеть, теперь закрыты навсегда. Вроде бы, ТВ-шоу с вкладываются, приглашают профессиональных актеров. Но вот пригласить переводчика, который помнит, что было в аниме четверть минуты назад, не могут. Давайте дальше. И раз уж я поставил в пример ушастую озвучку, к ним и перейдем. Между обществом души и Лихтрайхом. Души? Может быть, сообществом душ? Вроде Блич переводите давно, а тут такой ляп на ровном месте. Перевод ушастых, кстати, единственный, где Ичебей говорит подчеркнуто вежливо, а Яхве нагло тыкает Дидану в лицо. Выглядит такая задумка неплохо, хвалю. Но вот с этого ляпа я проорался. Как вообще можно добиться мира между тремя мирами? Чё, блин? А почему тогда на переговоры не пригласили представителя Уэка Мунда? Фраза так-то не самая сложная. Как можно здесь закосячить? На фоне предыдущего косяка... Я же сказал тебе, что всё понимаю, Ичебей Хьосубе. Уже не кажется сильным ляпом. Хотя нам всю сцену Тайта Куба даёт подсказки на силу Яхве и его глаза. Больше мне сказать нечего. И если вам кажется, что я не объективен или что-то умалчиваю, то на Бусти будет лежать расширенная версия этого ролика, где каждый вариант перевода будет представлен в необрезанном виде. А ещё на Бусти есть реакции и видосы выходят в раннем доступе. Так что поддержать меня по ссылке в описании это не ошибка. Ну что, втельте от того, как сильно могут косячить ваши любимые команды. Ладно, давайте ради разнообразия возьмём чисто кровные сабы от Рику Сенпай, которые, кстати, сделаны из японского. Что можно сказать про эти сабы в целом? Человек хорошо знает язык и старается творчески подходить к тексту. Например, словосочетание «вечный покой» невероятно точно подходит к описанию тех времён, когда не было разделения на три мира. Вот эта фраза тоже хорошая. Скилл у переводчика есть, но иногда его заносит. Как вам такая фраза? «Ты презираешь меня, как глупого ребёнка!» При чём тут слово «презираешь»? «Ты намерен продолжить мне отвечать предыдущими словами!» Вот это предложение можно перекомпоновать в значительно более простое. «Ты лишился этих глаз до конца своих дней!» «Они больше никогда не откроются!» А вот здесь неверный акцент во фразе. Вся фишка в том, что Яхве умрёт в конце второй части ТКВ и вернёт себе свою имба-силу после смерти в начале третьего. На это сделана отсылка, которая в субтитрах смазана. Ну и ещё помарка со временем действия, когда Яхве говорит «Я слышал!» Хотя нам визуализируют, как души идут к Яхве непрерывным потоком. Идеальный ли это перевод? Нет. Хороший ли это перевод? Очевидно, да. Вот только бы стабильности во фразах побольше. Ну и давайте возьмём кого-нибудь малоизвестного. О, комната Диди. «Я пришёл создать пакт о ненападении». Создать? Что? Что? Пакты вроде как заключают, либо предлагают. К тому же, Ичебей пришёл к Яхве по праву сильного. Ладно, давайте дальше. Безусловно, мы вмешиваться никуда не будем. С объединением Квинти и Лихтрейха. Чё? А можно предложение согласовать, чтобы оно не было таким всратым? Эх, я не буду дальше цитировать их озвучку. Вы и сами поняли, что перевод очень корявый. А ещё они попались в ту же ловушку, что и ушастая озвучка. «Как вообще можно добиться мира между тремя мирами?» А вот дальше явная отсебятина. «Мы вместе с королём душ храним этот хрупкий мир от посторонних рук». Чьих рук? «Огласите весь список, пожалуйста». Единственная, по-настоящему удачная фраза во всём отрезке, с которой я кайфанул, это... «Хлопотные у тебя глаза, однако». В целом, очень слабый перевод и плохое владение русским языком. А что там у более крупных команд? Например, у Дримкаста. И тут сразу стоит извиниться за саунд-дизайн Дримов. Честно, я не знаю, зачем нужен настолько хреновый эффект эха. Вся начальная речь от Ичебея буквально образец того, как надо переводить этот отрывок. Дальше снова нормальный текст, а потом... «Мы с королём душ поддерживаем баланс и направляем этот хрупкий мир в правильное русло». «Какое нафиг правильное русло!» Это отсебятина, причём грубая. Короля расчленили, появилась жизнь и смерть. Три мира и круговорот душ. Всё. На этом всё кончилось. И так длится не одну тысячу лет. Дальше по тексту снова всё в пределах нормы и... «А ты думал, что можешь безнаказанно хватать королевскую стражу за руки?» «Вот это отсебятина так отсебятина». Вам же не нужно упоминать, что эта самая левая рука короля душ, который просто так отдал Ичебей, ещё сыграет свою роль в сюжете. А тут нет никакого акцента на этом. Итак, итог. Отличные строчки на 5 с плюсом соседствуют с просто ужаснейшей отсебятиной. А ещё текста слишком много и фандаберам приходится ощутимо тараторить, чтобы попадать в тайминг. Дримкаст – такой дримкаст. А дальше мы возьмёмся за озвучку и субтитры от Нью Коммерс. И в самом начале у них внезапно правильное толкование объединения Квинси под знамёнами Лихтрейха. «И мы не будем вмешиваться в объединение Квинси под руководством Лихтрейха». Как оказалось, у некоторых команд проблемы с этим. «Тогда позволь спросить, когда-то был только один мир». Простите, но «один» и «един» – это разные вещи. Косячокс. Кто провёл черту в вечном счастье? Счастье-то у вас откуда вылезло? Можно ли назвать бесконечное существование счастьем? Вопрос философский. Яхве в этом плане вылитая копия императора Чарльза из кода Гиас. Тот тоже хотел стереть границу жизни и смерти. Кстати, они оба считаются злодеями. А ещё на Бусти есть реакции на код Гиас. Совпадение? Не думаю. А дальше в переводе у Нью Коммерс пошла полная ахинея. «Из стоны тех, кто из страха отказывался выпустить свои смертные оковы». «Чего?» Вы сами-то поняли, что в тексте написали? Вот и я не понял. Ну и в завершении... «И ты хочешь, чтобы я ответил на твой вопрос?» Это Яхве хочет, чтобы Ичебей не прикрывался именем короля, а отвечал прямо. В тексте Нью Коммерс же всё с точностью да наоборот. «Я и король душ уберегли этот мир от опасности». Какой ещё опасности? Не надо додумывать то, чего нет в оригинале. «Она не в силах убивать или созидать». Или... «Тут я вообще выпал». Чтобы вы понимали, все остальные команды справились с переводом этой простейшей фразы. Все, кроме Нью Коммерс. Мои комментарии излишни. Мы уже почти на финишной прямой, а значит переходим к аниме Восту. И это... Провал. Сложно найти хоть одну фразу, которая не была бы косячной от начала и до конца. «Мы будем теми, кто будет поддерживать баланс между тремя мирами». И Чебей уже вторая сущность в мире после короля душ за последние тысячи лет. «Но кто прекратил вечный мир и разделил его на разные куски?» Какие еще куски? На жизнь и смерть они были разделены. «Каким образом разделение на три мира приведет к миру и спокойствию?» Действительно, каким? Ведь буквально 20 секунд назад король душ разделил мир на разные куски. А теперь Яхва говорит о том, что мир хотят делить сейчас. «Думаешь, что сможешь убить меня своей рукой?» «Твоя рука является даром, которое может давать только жизнь». Да какой своей? «Ей, если он принес на стрелку руку короля душ». Вы же сами говорите об этом буквально через 10 секунд. Не, ну я все, я умываю руки. А мое отношение к этому переводу пусть выскажут сами анимевост. «Какие глупости. Какой же абсурд». Ну что, было больно? Ладно, сейчас подлечим. Третье место по итогам предыдущего видоса. Анидап. И да, Анидап и Анидап Онлайн это разные команды. Давайте кратко. Я кайфую, когда слушаю их перевод. Да, он не идеален. Но количество удачных фраз просто затмевает всех предыдущих участников. Пока остальные пытались танцевать вокруг ребенка... «Ты держишь меня за невежественное дитя». «Ты относишься к нам легкомысленно, будто бы к детям». «Держите меня за глупого и недалекого ребенка». Переводчики Анидапа зрят в корень. «Ты не воспринимаешь меня всерьез». Пока остальные пытаются копировать структуру предложения оригинала, Анидап ставит вводное слово в конец предложения для усиления вопроса, и черт возьми, какое удачное решение. «Кто установил границы для него?» «Позделив жизнь и смерть, скажи». Пока остальные пытаются понять, какие души куда идут, Анидап просто шпарит повторяющимися словами, что ошибка в 99% случаев, но не тогда, когда этот прием сделан грамотно. А у нас именно такой случай. «Мне ведомы мучительные крики душ, вернувшихся ко мне. Мне ведома мучительность людей, которые боятся смерти и цепляются за жизнь». Этот перевод единственный, где я почувствовал через текст общения двух лидеров фракций, у которых есть взаимные претензии. Этот перевод единственный, где у переводчика чувствуется огромный скилл владения русским языком. Но есть одна проблема. Он переводит Блич. И здесь важно знание лора. «Разумеется, мы не будем препятствовать союзу Квинси и Лихтрейха». «Косяк. Лихтрейх – это и есть Квинси». «Да, ты проницателен». А здесь Ичибей в оригинале прямо намекает на абелку в глазах Яхве. «Ты лишился зрения на всю оставшуюся жизнь». И здесь тоже утерян смысл того, что после смерти Яхве получит свою абелку обратно, подводя итоги. «Три косяка по лору, ноль косяков по тексту». И вот мы подошли к криптониту пиратских релизов, официальной озвучке Аддип, а также субтитрам и всем тем, кто озвучивал по ним. «Я предлагаю сообществу души Ванденрейху». Даже в японской озвучке слышно «Лихтрейх». «Откуда Ванденрейх-то?» «Откуда заключить клятву о ненападении и стать хранителями спокойствия в трех мирах?» Кому он это предлагает? Сообществу душ и Ванденрейху? Нет. В следующем предложении понятно, что только одному сообществу душ. Но тогда Ичибей выглядит как идиот. По-русски скомпоновать предложение можно? «По-твоему, во всех трех мирах сейчас спокойно?» А здесь утерян смысл. И вообще, еще один шаг, и Дип свалились бы в ту же ошибку, что и у комнаты Диди и ушастой озвучки. Кстати, помните, я спрашивал, как должен реагировать сын, увидев то, как отца расчленили по его собственной воле? Вот вам вариант от Дип. «Какой жалкий! Какой! Микчемный!» Награждаю медалью «Сын года». «Мерзкие у тебя глаза!» Ну да, мне тоже неприятно видеть двухзрачковые глаза Яхве, но зачем так в лоб-то? «Ты думал, что я показываю тебе руку короля душ просто так?» Потерян смысл. Руку Ичибей не показывает. Он показывает мультики о прошлом при помощи руки, которую, кстати, он только что пожертвовал, чтобы запечатать обелку Яхве. «Смирись с этим». О, отличная фраза. Жаль, только в конце. И вот из-за этого перевода мы лишились перевода от Эмбер и Анилибри. Знаете, я не впечатлен. Давайте объясню по порядку. Дип официально лицензировали второй кур Блич ТКВ, и их озвучка и субтитры выкладываются на кинопоиске. Они подмяли под себя отличный каст актеров от Эмбер. Если вы смотрели мой аналогичный ролик про первый кур, вы знаете, о чем речь. Кроме того, из-за наличия лицензии у Дип не стало озвучивать второй кур Анилибри. И поэтому мы потеряли топ-1 и топ-2 переводчиков Блича. Я смотрел весь кур в ангоинге с этим переводом. И могу сказать, что вот таких недочетов, на которые я указал в этом отрывке, у них достаточно во всех сериях. А в некоторых сериях были ляпы, из которых я дико бомбил. Лейтенант первого отряда Иссена Наока. Ты же помнишь, я воин из третьего отряда. А я Штерн Риттер Энн, Жар Баз Би. Официальный лицензионный, блин, перевод, за который, кстати, деньги просят в виде подписки. Да, если спустя год зайти на кинопоиск, то там исправлены косяки, которые я показал выше. Не переживай. Ты же помнишь, я воин из ГТ-13. Но не все. Косяк с Ванденрейхом не исправлен до сих пор. Итак, давайте подводить итоги. Какая озвучка самая достойная? Никакая. Первые два места пусть так и останутся пустыми. Потому что все переводы даже близко не дотягивают до тех, которые были в первом куре блича. Тут уже вопрос стоит в том, кто хуже. У Анидап текст отличный, на грани великолепного, но с лором проблемы. У Рику Сэмпая с лором нормально, текст хороший, но иногда слишком мудрит. У Дип текст нехороший, просто нормальный, но есть ошибки. Но самое печальное, что у остальных еще хуже. Там и отсебятина, и грубейшие ошибки, и скилла переводчика не хватает. И русским языком некоторые не владеют совсем. Короче, простите, что вас расстроил, но вот такие неутешительные выводы. Сам я пойду пересмотрю второй кур блича в Анидапе. На лор мне по боку, я его вроде как знаю. А вот хороший русский текст послушать люблю. И вас приглашаю на стримы на Твиче, где мы и будем пересматривать блич вместе. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok